Валентина профессиональная швея. Работает пока только дома, потому что Сан-Дениска еще в сад не ходит. Шьет для себя, для знакомых и друзей. Живут в Видном. Приехали все семьи из-под Донецка, когда дома стало неспокойно. Мы сюда приехали летом, в июле месяце. И, естественно, когда наступила осень, тем более зима, вещей не было никаких. Купить эти вещи у нас не было возможности, за счет того, что вся зарплата мужа уходила на съем квартиры. С грудничком на руках без работы и жилья. Каково это, знает лишь тот, кто бежал от войны. Очень скоро выяснилось, что дороги назад нет. В чем были, в том и остались. Осенью Валентина зарегистрировалась в одной из групп Видного под названием «Отдам даром». За весь год-полтора, что мы здесь, мы с мужем купили только этот диван. Все, что вокруг вас вы видите, это нам дали в этой группе видновчане. Потому что вот это зеркало, этот утюг, гладильная доска, стол, вот эта лошадка, все игрушки. Все, что на малыше, все, что на мне. Сообщество под названием «Отдам даром» – идея не новая. Такие группы есть практически в каждом городе, в столице, так и вовсе их не счесть. Расскажу и покажу, как просто это работает. Берем что-нибудь, что вам абсолютно не нужно. Скорее всего, вы собирались отправить это на помойку. У меня, например, это подгузники. Из них моя дочь уже просто выросла. Жестяная баночка из-под венского чая. Англо-русский словарь для школьников. Ну и вот такой самотканный бабушкин коврик. Все это фотографируем на телефон или фотоаппарат. И размещаем фотографию в группе в интернет. Ну вот, прошло всего три минуты, а желающие забрать то, что мне уже совсем давно не нужно, уже нашлись. И что только не отдают. Одежду, мебель, посуду, электронику, котов и попугаев. Оборот старых вещей в обществе заразителен и нескончаем. Видным автором группы стал Алексей Зверкович. Зарегистрировал свою «Отдам даром» чуть больше года назад. Местная страничка обороты набирала стремительно. Тут у нас городок маленький, доступность шаговая. И так получается, что если ты что-то выставляешь, тебя могут забрать через 15 минут. То есть не напрягая ни тебя, ни себя. И поэтому вот прелести нашего маленького городка именно в том, что очень быстро и очень легко люди могут делиться, меняться, отдавать, дарить, радовать друг друга. Сегодня в группе состоит более двух тысяч человек. И это не только те, кто берут. Почти все избавляются от ненужного. Перетрясают кладовки, антресоли, балконы. И уносят не на помойку, а с радостью отдают тем, кому нужнее. Перезнакомились все и передружились. Столько друзей и столько позитива у меня не было даже дома. Потому что люди, вот есть песня провидная «Стучись в любую дверь». Отдав безвозмездно, к участникам приходит невесть откуда радость и желание сделать еще что-то хорошее. Например, выйти из виртуального пространства в реальное. Идея настолько витала в воздухе, что она одновременно пришла в голову и мне, и участникам группы. Одноименная городская ярмарка состоится. Пока только не определились со сроками. Вот и Валентина. Уже два пакета для мероприятия припасла. Из чего-то дети выросли. Что-то стало ненужным в хозяйстве. Судя по активности подписчиков группы, ярмарка «Отдам даром» будет иметь успех. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова